Голицыно-Никольское Заречье, поселение, которое находится в красной зоне по отработке обращений граждан в Добродел. Глава района раскритиковал работу чиновников и обратил внимание на то, что все проблемы уже давно можно было решить или обратиться за помощью. Но руководители поселения пустили все на самотек. Результаты вопроса жителей до сих пор остаются без ответа. Задача власти своевременно реагировать на обращения жителей. Добродел, как лакмусовая бумажка, проявляет недочеты в работе местной власти и показывает, какие направления проседают. По результатам работы вашей на территории и по качеству ответов в системе Побродел, первое, что мы сделаем, мы вам объявим выговор. Дальше будет неполное служебное соответствие, а потом увольнение. Это будет касаться всех руководителей администрации, которые краснеют в системе. На совещании шла речь и о развитии спорта в районе. Евгений Серегин представил подробный доклад с паспортизацией всех спортивных объектов муниципалитета. Реперные точки определены – есть чем гордиться и есть над чем работать. Спасибо за подробный доклад. Действительно, полосальная работа у Альфа и Динавы. Все объехали, посмотрели, потрогали, что называется, руками. Теперь, я думаю, у всех есть полное понимание, что такой спорт в Одинцовском районе, так называемое, существующее положение. В нашем районе растет количество многодетных семей. По закону им полагаются земельные участки. Некоторых уже получили, а некоторые еще ждут своей очереди. Участки для многодетных располагаются на нескольких территориях муниципалитета. О том, как идет работа по подведению к земле инженерной инфраструктуры, доложил Александр Тесля. В 2016 году у нас прибавилось 245 многодетных семей, а в 2017 еще 177 семей. Таким образом, буквально за 2-3 года, пока мы предоставили земельные участки, прирост семей составил более 60%. И если в 2015 году количество многодетных, которые стояли в очереди, составляли 726, и нами было предоставлено 595 участков, то на сегодняшний день у нас осталось необеспеченных еще 586 семей. Глава района держит на особом контроле профилактические меры против кори. Пока рано говорить о том, что удалось полностью ликвидировать этот вирус. Со стороны всех подразделений управления администрацией идет четкая и слаженная работа. Население активно вакцинируется, проводятся разъяснительные беседы с родителями. Вот уже во второй раз обсуждение ключевых для района тем транслировалось в прямом эфире телеканала ОТВ и сети интернет. Работу в таком формате местная власть планирует продолжать. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.